Одной из мер, которая сможет исправить эпидемиологическую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, является всеобщая иммунизация населения. Сергей Пономарчук, главный врач муниципальной городской больницы, рассказал о вакцинации в нашем городском округе корреспонденту Тихоокеанского телевидения. В настоящее время мир охвачен пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая относится к категории особо опасных инфекционных заболеваний. С экранов телевизоров, из радиоприемников, со страниц газеты новостных порталов, авторитетные врачи и известные лица рассказывают о необходимости пройти иммунизацию. Однако у жителей муниципалитета все равно остается ряд определенных вопросов, касающихся профилактического мероприятия. О вакцинации в городском округе корреспонденту Тихоокеанского телевидения рассказал Сергей Пономарчук, главный врач муниципальной городской больницы. Вакцинация – это единственный возможный способ борьбы с любой эпидемией, особенно с коронавирусом. Нигде в мире на сегодняшний момент не придумано, я думаю, не будет придумано ничего более действенного. Объем вакцинированных в популяции должен быть не ниже 80%. Цель вакцинации одна – остановить эпидемию. По всему миру эпидемия коронавирусной инфекции приобретает катастрофические объемы. Во многих странах вакцинация становится обязательной мерой, прописанной в нормативных документах. В России решение о прививке носит добровольный характер, как, впрочем, и выбор лекарственного средства. На сегодняшний момент мы вакцинируем спутник ВИ и спутник ЛАЙТ. Спутник ЛАЙТ в основном идет на ревакцинацию и на вакцинацию у ослабленных и тяжелых больных, ну, с сопутствующей соматической патологией, там, сердечные проблемы, легочные. Всех остальных мы вакцинируем спутником ВИ. Вакцина хорошая, вакцина надежная. На сегодняшний день в городском округе прошли иммунизацию порядка 10 тысяч человек. После прохождения вакцинации не было зафиксировано ни одного тяжелого случая побочного эффекта от препарата. Случаи заражения коронавирусом после прививки есть, но это не является чем-то из ряда вон выходящим. Я вам хочу сказать, что в случае заражения после вакцинации любой вакциной от любого заболевания возможен. В небольшой части населения, порядка 10%, не наступает иммунитет. Ни на какую вакцину, ни от дифтерии, ни от полиэмилиты. Но если мы не прием достаточно большое количество людей от полиэмилиты или от дифтерии, то мы получим эпидемию точно такую же, как коронавирус. И мы ее получали в начале 90-х годов, если кто-то из пожилых помнит. Во всем мире отношение к вакцинации достаточно строгое. Например, во Франции прогулка по улицам без маски приведет к уплате штрафов 700 евро. А нахождение без маски на рабочем месте приведет к тому, что от работы будут отстранены все сотрудники предприятия. В Израиле от отказа от прививки гражданин лишается всех видов страхования. У нас очень мягко и очень, на мой взгляд, очень мягко и очень по-доброму относятся к гражданам в вопросах эпидемиологии. На мой взгляд, это недопустимо. Контроль состояния здоровья – это одна из самых важных мер, которую должен принять каждый человек, если он хочет продлить себе жизнь. Но даже если человек не имеет заболеваний на момент принятия решения о прививке, ему стоит пройти внеплановую диспансеризацию. Существует, до настоящего момента она принята, она работает, диспансеризация. То есть любой, любой граждан, гражданин нашего города может прийти. Третий этаж у нас есть отделение цеховой медицины, оно занимается диспансеризацией взрослого населения. Обратиться туда, им будет расписан объем обследования, который будет включать в себя для женщин. Это сдача анализов, да, это мазки на онкологию, это маммография, все это бесплатно. И заключение терапевта, ЭКГ, ФВД. То есть проблем нет с этим никаких, приходите, только и делайте. Вопрос наличия титра антител коронавирусной инфекции – это, пожалуй, еще одна распространенная тема для разговора во всем цивилизованном мире. Споры не утихают и по сей день. Стоит ли делать анализ на наличие этого белка или нет? Глубокого смысла клинического на сегодняшний момент в этом анализе нет. Если в плане допуска или недопуска к вакцинации наличие титра до настоящего времени пока не рассматривается. Ну, у меня нет ни одного приказа, ни одного постановления. То есть говорить по телевизору можно о чем угодно, или писать в интернете, или в инстаграм. Пока не появится официальный приказ, подписанный официальными людьми, ну, такими как министр заврохранения, да, премьер-министр, то есть это серьезная вещь, да. Пока мне не появится с определением достоверного титра антител, сколько должно быть их, что это является освобождением от вакцинации, и какой тип реактивов должен использоваться при этом, насколько он, ну, где он сертифицирован, пока такой бумаги не будет на столе. Даже задумываться не буду о том, какой титр антител является достоверным для освобождения от вакцинации. В средствах массовой информации витает большое количество слухов и мифов, связанных с действием прививочного компонента на жизнь человека. Как следствие, люди отказываются идти на вакцинацию, поддавшись искусственной панике. Но даже здравомыслящий человек не спешит на иммунизацию из-за страха заразиться вирусом, стоя на очереди на прививку. Этого можно избежать. Находясь в больнице, необходимо строго придерживаться элементарных правил, таких как, например, масочное режиме. Если все находятся в маске, риск заражения равен нулю практически. Понятно? Единственное условие, маску нужно правильно носить. Не вот так, а надевать так, как нужно. Тогда нет риска заразиться. Риск заразиться есть везде, не только в очереди на вакцинацию. Можно заразиться в очереди в магазин, на автобусной остановке, в подъезде, проходя мимо человек инфицированного. Заразиться можно где угодно. Масочный режим – это основное условие. Несмотря на то, что государство предоставляет гражданам возможность пройти иммунизацию в любое удобное для них время, россияне не торопятся на визит в прививочный кабинет. Не отстают в этом деле и жители Фокина. На сегодняшний момент нагрузка на все лечебные учреждения настолько жестока, настолько тяжела, что, чтобы исполнить свои обязательства, нам приходится довольно много интенсивно работать. У меня, например, прививочный кабинет всю весну проработал по выходным. То есть не только в рабочие дни, но и по выходным. И я граждан не видел, чтобы они приходили туда. В эту субботу мы тоже работали. Пришло всего 50 человек. Всего 50. Мы могли привязать и 130, и 150. 50 пришло. На эту субботу, наверное, мы тоже сделаем, чтобы работала полигон. Вакцинация от коронавируса никак не влияет на привычный образ жизни человека. И уж тем более не является средством чипизации людей. Таких технологий не существует. Благодаря прививке можно сделать вирус управляемым, тем самым поборов его, а вместе с ним и эпидемию. Екатерина Исаева, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.